В Зайцовском парке сделают пешеходные дорожки и дополнительную сцену. Проект реконструкции сегодня рассмотрели в мэрии Новосибирска депутаты и общественники. Каких изменений в любимом месте отдыха ждут горожане, узнал Александр Сульдин. Людмила Тарасова ездит сюда два раза в неделю. Зимой катается на лыжах, летом на велосипеде. Признается, просто гулять здесь не очень удобно. Нет как таковой пешеходной зоны. Велодорожки есть, по которым ходить пешеходам нельзя. Я бы специально выделила пешеходную зону. Она есть, но она очень небольшая. По проекту главную аллею разделят на две. Велодорожку заасфальтируют, пешеходную вымастят тротуарной плиткой. Можно будет и углубиться в лес по экотропам. У нас в парке, по сути, была одна главная аллея, по которой ездили все, ходили все, бегали все. Соответственно, мы постарались развести все эти потоки. А вот машины на территорию парка не пустят совсем. На парковке сделают памп-трек для экстремалов. На месте автокинотеатра появится дополнительная сцена. Для авто места будут, но только не под соснами. Мы будем делать видеонаблюдение, мы будем увеличивать количество велодорожек. У нас будет экотроп, у нас будет отдельная тропа, как раз для людей, которые любят заниматься скандинавской ходьбой. То есть мы увеличиваем как раз больше в экологическую составляющую. И именно те направления, где людям комфортно будет проводить время. Вячеслав Карманов в Зайльцовском парке из-за шамана и за охотника. Семь лет назад открыл этнопарк. Здесь можно попить и чаю на травах и познакомиться с традиционными промыслами. К нам в этнопарк люди приезжают издалека и часто хотят провести здесь именно весь день. То есть приезжают разные туристы, нагородные и так далее. А в самом Зайльцовском парке до этого, в принципе, его достаточно быстро можно обойти. А вот таких мест, где можно посидеть, расслабиться в какой-то длительной перспективе, к сожалению, не так много. И та реконструкция, которая сейчас затрагивает территорию Зайльцовского парка, она как раз все это создаст. Реконструкция Зайльцовского парка не предусматривает его урбанизации, то есть строительство каких-то капитальных зданий. Наоборот, из того, что есть, возьмут все лучшее. Это экологичность, какие-то интересные активности. Просто сделают их гораздо доступнее. То есть здесь по-прежнему можно будет метнуть в цель гарпун с качающейся лодки, как чукча на промысле в старину. Проект реконструкции Зайльцовского парка приняли. Работы здесь начнутся в 2021 году. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Дмитрий Кан, Новосибирские новости.